МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В минувший четверг, где-то к полудню, я с некоторым огорчением обнаружил, что подавляющая часть купленных с утра газет оказалась в мусорном ведре. По моему оценочному мнению, некоторых журналистов буквально из-под палки заставляют писать на определенные темы, а некоторые издания и вовсе расщедрились на сомнительного качества спецприложения в оранжевых тонах. Вряд ли при таких фактах на руках можно говорить о какой-то свободе наших СМИ, поэтому в наш сегодняшний обзор прессы мы искусственно добавим свободы, не совсем, правда, обычным образом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Довольно большая часть этой программы будет посвящена городу под названием «Свободный». Кстати, этого самого названия, этот самый город, в недалеком будущем может лишиться, если того захотят его жители. 4 марта вместе с выборами президента страны свободницам предстоит сказать свое слово и на общегородском референдуме, который, наверное, лучше назвать народным голосованием. Два вопроса сугубо внутригородские и касаются возвращения исторических названий. Об этом часто говорят и в СМИ, и на городских собраниях. Во-первых, старые имена могут вернуть некоторым городским улицам. Во-вторых, к столетнему юбилею сам Свободный может вновь стать Алексеевском, как он и назывался до революции 1917 года. А вот третий вопрос навеян общероссийской тенденцией. Жители города смогут высказать свое мнение на предмет введения в школах уроков православной культуры. Кстати говоря, информационный портал газеты «Изейские огни» и СМИ города Свободного запустил свой опрос на тему прежнего названия города. Причем, в отличие от голосования 4 марта, он предлагает сразу 4 варианта ответа для тех, кому не хватает стандартных «да» или «нет». Пусть и не всему городу Алексеевску, читай Свободному, а всего лишь двум его жителям посвятил свой материал МК на Амуре, но зато отдал под него целую полосу. Почти два десятка лет назад два местных пенсионера задумали создать музей. И гляди-ка ж, получилось. Считается, что выход на пенсию для человека является началом спокойной и размеренной жизни, но Николаю Литвиненко и Николаю Костину покой лишь только снится. Созданный ими музей истории развития местной железной дороги уже 16 лет без устали принимает посетителей. Один Николай Литвиненко всю жизнь проработал на железке, да еще и фотографией увлекался, так что начальный материал для музея имелся. Второй Николай Костин какое-то время работал трудовиком в школе и вел кружок моделирования, ну а теперь нашел свое призвание в создании макетов поездов, мостов и прочих железнодорожных атрибутов. Все модели сделаны по старым фотографиям и чертежам, и если, например, старый деревянный мост через Томь был собран без единого гвоздя на заклепках, то и модель сделана по тем еще технологиям. Ценности музея не только экспонаты, но и отзывы посетителей. Школьники приходят писать рефераты и благодарны на словах, а в книге отзывов остались и записи от Валерия Приемыхова и большого начальника китайских железных дорог. Следующий материал, попавший в мое поле зрения, проливает свет на то, каким же именно образом журналистов заставляют забыть про демократию и свободу слова, насаждая внутри коллектива зерна диктата и палочной дисциплины. Одним прекрасным февральским утром корреспондентов и редакторов Амурской правды не силой, но уговорами собрали в помещение попросторнее и в добровольно-принудительном порядке озадачили старой доброй производственной утренней гимнастикой. Раз, два, три, четыре. Народ разношерстный и малоуправляемый, избалованный определенной свободой творчества, послушно машет руками и ногами, потягивается на носочках и делает глубокие вдохи и выдохи. Отличный способ для того, чтобы избавиться от февральской хандры, утомления и зарядить себя и коллег бодростью на грядущий рабочий день. Конечно, некоторые слабовольные сотрудники пытались перенести зарядку на попозже или представить справку, освобождающую от физкультуры. Но организаторы были непреклонны, теперь зарядка становится традицией. Каждое утро журналисты главной газеты области под ритмичную музыку демонстрируют бодрость духа, грацию и пластику. Пока сами себе, но с наступлением весны обещают выйти на улицу. Узная об этом товарищ Ким Чен Ын, он, думается, был бы доволен. Уж кто и рад вот такой вот утренней обязаловке, так это недавняя участница похудательного эксперимента над собой, журналист Наталья Фадеева. Она вроде бы и давала себе обещание делать подобную зарядку дома каждое утро, да только кто ж такие обещания сдерживает. Кстати говоря, по скриптуму и к статье про зарядку, и к тому самому эксперименту, по словам самой Натальи, она за год действительно прилично сбросила вес и даже стала чувствовать себя лучше и бодрее. Да вот беда. Постоянное внимание к фигуре со стороны родственников и коллег может утомить кого угодно. Хочется, пишет Наталья, выкинуть весы на помойку и пойти с друзьями в кафе. А о том, как хочется впиться зубами в кусок жареной свинины, вовсе лучше умолчать. Но главный результат – это уверенность, что возможно все. Захотим – сбросим лишнее КГ, захотим – опустошим холодильник без зазрений совести. И даже то, что после финала эксперимента Наталья пусть и 500 граммов доприбавила, никоим образом не напрягает. Аргументы и факты взялись за калькулятор, дабы подсчитать, сколько же времени своей жизни мы тратим впустую. Ну, то, что мы спим около одной трети всех отведенных нам часов – факт общеизвестный. А вот сколько в сумме мы стоим в очередях? В среднем каждый гражданин России в каждой очереди проводит около получаса. Методика подсчета, правда, довольно-таки приблизительно. Хотя, например, в Амурском областном управлении госрегистрации, кадастра и картографии те самые 30 минут длится обслуживание только одного человека. Так что своей очереди дожидаются не все. У Дмитрия Романова, например, на оформление документа ушло целых два дня. Выражение «кто крайний» или «кто последний» для наших людей вообще и обида, и повод для сарказма. Так и не дождавшись ответа на этот вопрос в женской консультации, Любовь Ветрова насчитала в очереди 35 первых и ни одного последнего. Отсутствие самоорганизации, как следствие, путаница. При таком раскладе очередь становится толпой, и упорядочить ее заново не так-то просто. Про очереди мы вроде бы еще помним, а вот стоять в них уже разучились, и никакие электронные регистрации и предварительные записи ситуацию в один момент не изменят. Даже получая зарплаты на карточке, мы все равно первого числа стоим в очереди к банкоматам и вытряхиваем все до копейки. Никогда не думал, что даже в финале программы, где мы традиционно рассказываем о чем-нибудь интересненьком из интернета, однажды очередь дойдет до автомобильного сайта. Но тут крупнейший на Дальнем Востоке и практически по всей России автопортал DROM.RU дал для этого довольно интересный повод. Тем более удивительно, что внимание привлекло объявление о продаже машины. Клинические случаи в этом разделе встречаются сплошь и рядом, но такого шедевра не было еще никогда. С Тойотой Ипсум в прозе расставаться, с ней семиместной боже сохрани. На это время лучшей может статься, экономичной для большой семьи. Японский бог в 2004-м простер над нею творческую длань, создав шедевр и мощным, и комфортным. Она и конь, и трепетная лань. Прощание с милой, шок, конечно, сильный, но вы не пожалеете вовек. Я жду звонка. Звоните на мобильный. Машина-зверь, хозяин-человек. Всего 12 строк в моем не самом, может быть, артистичном исполнении. Это всего лишь одна восьмая часть полноценной поэмы об Ипсуме, где в стихах говорится и про багажник, и про свечи, и про литье. На этом все о культуре и о газетах. Удачи вам и до встречи через неделю.